Река работает точно так же. Если у нас уровень, скажем, Ярославля считается 100 метров над уровнем моря, а Астрахань находится в нулевом уровне, на нулевой отметке, то вот этого перепада в 100 метров высоты хватает для того, чтобы 2500 километров вода потихоньку струилась сюда. И удержать ее невозможно. Но все эти законы работают на плоской земле. Все эти перепады, 100 метров, которые мы условно считаем высотой Ярославля и нулевой отметкой Астрахани, мы можем учитывать только в том случае, если между ними нет каких-то гор, каких-то изгибов. Но как только мы берем в руки, ну скажем, условный глобус и представляем себе ту же самую ситуацию. Условно Ярославль и через 2500 километров условную Астрахань, то мы вдруг понимаем, что вот здесь, вот в этом месте, вот этот гор гораздо выше, чем те 100 метров, которые отличает Ярославль от Астрахани. И Волге, если мы моделируем эту ситуацию на глобусе, придется преодолеть вот этот вот бугор, то есть течь вверх, потом спускаться вниз. Условный уровень моря в городе Ярославль и условный уровень моря в городе Астрахани, это два разных уровня моря. Сейчас проиллюстрирую примером. Ведь если мы берем уровень моря в какой-то точке, то мы понимаем, что этим уровнем горизонта или уровнем моря называется прямая линия, которая перпендикулярна радиусу Земли, направленному в самый центр. Вот так она выглядит здесь, в условной точке под названием Ярославль. Но если мы берем ее в Астрахани, то мы получаем два уровня моря, находящиеся под углом друг к другу. Как такая ситуация возможна? В действительности я не знаю, но надеюсь, вам все это видно на наглядном примере. Если вы сами сделаете то же самое, вы также удивитесь, как Волга может совершать такие выкрутасы и с какой стати она вообще должна течь в этом направлении.